Уважаемые друзья, в эфире свободное мнение. У нас на связи автор передачи господин Гимельфарб и у него в гостях также есть человек, который будет вам очень интересен, будет очень интересно услышать его мнение. Юрий, я предлагаю вам представить вашего гостя. Спасибо. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, мои дорогие чекарцы. Здравствуйте, Анатолий. Приветствую вас. Действительно, вы правы. Сегодня гостя, человек, который писает. Это замечательный российский журналист, председатель профсоюза журналистов, журналистов государности, бывший депутат Государственной Думы Игорь Александрович Яковлевич. Здравствуйте, Игорь Александрович. Здравствуйте. Игорь Александрович, у меня первый вопрос, разумеется, о суберенном интернете. Мне известно, что в других странах ограничивают интернет, в частности, Северная Корея, Мьянма, Ирландия, так сказать, Саудская Аравия. Но везде ограничивают интернет изнутри. Зачем ограничивать интернет в России, вы считаете? Я думаю, что здесь несколько мотивов. Первый мотив у тех, кто понимает, о чем идет речь. Вот когда эту идею выдвигает госпожа Касперская, которая хорошо понимает, о чем идет речь, то здесь мотив очень простой. Это 25 миллиардов, которые предполагается потратить на вот эту историю с интернетом на бересте. Так можно назвать. Суверенный интернет, это интернет на бересте. Вот эти берестяные грамоты новгородские, замечательная история нашей страны, вот это вот примерно туда. Да. Госпожа Касперская понимает прекрасно, что это такое. И это просто желание освоить эти 25 миллиардов. Ну, не бог весть какая сумма, конечно, но тем не менее, неплохая прибавка, как говорится, к пенсии. Касперская прекрасно понимает, что это полная ахинея. Она прекрасно понимает, что ничего этого не будет. Но деньги будут освоены, и там, ну, в общем, она, наверное, знает уже, куда их девать в своем бюджете. Вторая категория людей, которые выступают с этой идеей, это люди, которые вообще не понимают, что они говорят. Это подавляющее большинство депутатов Государственной Думы, от коммунистов, ЛДПРовцев до членов Единой России. Это люди, которые просто не понимают, о чем они говорят. Они не знают, как эта штука вообще работает. Им, ну, в числе этих людей находится и президент Российской Федерации Владимир Путин. Он не понимает, что такое интернет. Он не является пользователем. Он знает, что интернет придумали его коллеги из ЦРУ. Что они придумали это для того, чтобы этим всем управлять. Ну, вот просто, вот как в том самом комедийном фильме, вот сидят, значит, захватили все телевизоры и влияют на горы. Вот это примерно из этой серии. Вот большой брат, он, значит, смотрит за всем, за вами. Путин это свое невежество постоянно демонстрирует. Он говорит, что ну, что вы думаете? Вот интернет, которым руководит, который придумал ЦРУ. И вот через все гаджеты за вами присматривают американцы и видят, что вы делаете. Идете вы там в туалет, идете вы на свидание. Американцы за вами наблюдают с помощью интернета, который они контролируют. Вот примерно такие вот представления, значит, дикие, невежественные. Они лежат в основе, так сказать, другой части людей. Мотивация вот такая. Что в итоге? Я полагаю, что вероятность того, что будет, в принципе, сделать действительно автономный, суверенный интернет, можно. Китайцы сделали. Но у нас в стране, во-первых, слишком мало китайцев, а во-вторых, слишком мало денег. И вот это, ну вот Китай, совершенно другая цивилизация, которая плывет вот несколько тысячелетий, плывет отдельно. Она пережила и переварила монголов. Она пережила и переварила, так сказать, англичан. Она пережила и переварила коммунизм, фактически, старшего брата, значит, русских. Она все это пережила, переварила цивилизацию и плывет самостоятельно. Но ничего похожего в России нет. Китайцы серьезно занимались вот этим своим суверенным интернетом. И они, в общем, не пострадали, потому что Китай гигантский. Китай в экономическом отношении примерно в 12 раз больше России. И поэтому китайский интернет-рынок очень привлекательная штука. И несмотря на то, что китайцы построили свой отдельный интернет, все равно западные компании туда пришли. Потому что там много денег. Ничего похожего в России не будет. Поэтому, если коротко суммировать все, что я думаю по этому поводу, я думаю, что никакого суверенного интернета не будет. А будет опять точечно будут сажать блогеров. Будут блокировать... Сейчас несколько миллионов уже, так сказать, сайтов заблокированы Роскомнадзором. Ну, заблокируют еще несколько миллионов. Какие проблемы? У Жарова вот эта вот блокировальная машина, она неисчерпаема. Вот пока путинизм не кончится, будут нам мешать жить. Будут выпускать фабрики, выпускников фабрики троллей на нас. Будут блокировать наши сайты в интернете. Блокировать аккаунты. Это все будет продолжаться. Ну, это война. Информационная война, как и было сказано. Хорошо. Тогда вопрос немножко с другой планкой. А вот эти законы о том, называемом оскорблении власти. Это в неприличной форме, я подчеркиваю. Насколько я понимаю, в приличной форме оскорбить можно. Игорь Александрович, но ведь по большому счету, неужели они не понимают, что они себя выставляют на посмешку? Вы сейчас задали вопрос, который касается и предусматривает некоторого анализа внутреннего мира этих людей. Это довольно такая история не очень гигиеническая. То есть, это надо вооружиться резиновыми перчатками, надеть костюм химзащиты и погрузиться в эту выгребную яму, которая называется внутренний мир правителей России. Ну, что там мы найдем? Мы найдем там абсолютное невосприятие того, что хорошо, что плохо. Им, на самом деле, наплевать, как они выглядят. Ну, это правда. Значит, то, что они говорят, свидетельствует о том, что общественного мнения для них не существует. Ну, оно, прямо скажем, само общественное мнение в России, в общем, ну, как-то плохо себя чувствует. Поэтому оно, в общем, заслуживает того, чтобы к нему относились пренебрежительно. Значит, что касается действенности и сути вот этих вот законов об оскорблении величества, значит, закон... Ну, я бы назвал это так. Это закон, значит, это закон об исправлении зеркала. То есть, нельзя смотреться в зеркало, а они отражаются в зеркале, выглядят там очень плохо. Вот нужно исправить зеркало для того, чтобы оно отражало и на вопрос, значит, я на свете всех милее, всех прекраснее и билее, зеркало всегда отвечало, да, царевна, спору нет. Значит, это, ну, в известной степени, во-первых, довольно бессмысленные законы. Я не думаю, что... Во-первых, они избыточны, они излишны, потому что существует законодательство достаточно жесткое уже в России, и которое позволяет делать все то, что предусмотрено в этих законах, ну, значительно, так сказать, значительно проще, без всякого... Вообще, закрыть любого пишущего и говорящего человека в России можно легко. Без каких-то дополнительных законов. Я думаю, что вот эти... То есть, не нужны эти законы для того, чтобы, так сказать, посадить в тюрьму, например, меня. Вот никаких проблем для этого не существует. Закон дурацкий, закон глупый, закон издевательский. В нем можно найти много глупого и смешного. С точки зрения какой-то защиты власти от, значит, цели поднятия рейтинга, как вот много по этому поводу пишут, что рейтинг падает, его поднимают таким противоестественным способом. Говорят о том, что это вот такая вот законодательная виагра для рейтинга. Ну, не знаю. Я думаю, что здесь, если кто-то во власти так действительно думает, то они ошибаются. С помощью вот этого приспособления это не будет не виагра, это будет просто средство для нарастания импотенции власти, и никакой рейтинг просто еще больше упадет. Это глупость. Ну, скорее всего, идет соревнование, так сказать, людей, которые имеют отношение к законотворчеству, кто лучше всего попытается угодить власти. Ну, вот был закон Яровой. Вот потом были законы Лугового. Ну, вот сейчас вот этот вот закон Клишеса. Ну, что можно сказать? Бессмысленная история. Я бы сказал, что вот 210-я статья Уголовного кодекса, которая параллельно пришла, это закон, который дополняет статью, ну, 210-я в современном виде, вот последнем, где говорится о том, что за сам статус организатора преступного сообщества, просто за сам статус, там можно уехать на двадцаточку. Вот это более серьезная вещь, потому что это вот то, под чем сейчас Абызов находится, это то, под чем может любой оппозиционер, который, так сказать, будет признан руководителем какой-то организованной группы. Вот это серьезно, там просто сроки другие. Там не два года, а 20 лет. Вот это более серьезная история. А что касается оскорбления Его Величества, ну, да, это скорее анекдот, чем реальная угроза. Хотя, конечно, противно. Хорошо, но тогда минуточку, как вы объясните вот то, что совершенно дикие заявления российских высокопоставленных лиц, они уже сейчас льются, как из рогаизошей. В общем, я подчеркнул, что один лунг, ладно бы, бог с ним, они бы просто говорили глупости. Ну, в свое время, я напомню, Виктор Степан Черномырдин, он тоже много чего наговорил, и даже сейчас в интернете есть сборник черномырдизм, Александр Иванович тоже много чего наговорил, есть лебедизмы, но у Черномырдина просто были бесконечные заявления, у лебедя был солдатский юмор, но ведь эти же заявления, они реально раздражаются людей, они патируют публику. Как вы считаете, это случайность или закономерность? Знаете, я думаю, что это результат тотальной зачистки политического и медийного поля, просто тотальной зачистки. Если вы сейчас вспомнили двух людей, которые на фоне сегодняшних господ, фигурирующих в коридорах власти, выглядят просто гигантами, и Черномырдин при всем к нему понятном отношении, и Александр Иванович Лебедь при всем к нему тоже вполне определенном отношении. По сравнению с теми, кто сейчас населяет коридоры власти и маячит в телевизоре, это просто гиганты. Если говорить об их словах, об их речи и спускании, то оба были просто златоустами. Они действительно обладали своим стилем, своим особенностям мышления. У этих людей история есть. При том, что я, конечно же, не поклонник ни Черномырдину, ни Лебедя. Но это люди, к которым следует относиться, если не с уважением, то, по крайней мере, внимательно. Но следовало. Да и сейчас вспоминаю, что это были за люди. Да, что это люди далекие от нас по своим взглядам. Но, тем не менее, это были крупные фигуры. Сегодня чудовищное измельчание вот этого политического поля связано с тотальной зачисткой. Потому, что можно твердо сказать, что сегодня и Черномырдин, и Лебедь на политическом поле представляли бы серьезную угрозу всем тем карликам, которые населяют Кремль. Поэтому, конечно, ничего похожего сегодня на политическом поле по размерам вырасти не может. Ну, а те, кто есть, вот они несут эту ахинею. Они просто не понимают, что они несут. Они правда не понимают глупости, которые они говорят. Я сейчас имею в виду, так сказать, в том числе и первое лицо Владимира Путина. Поэтому просто масштаб очень маленький. Путин, будучи на самом деле по масштабу своему политическому, безусловно, политическим карликом, безусловно, политический карлик, он стрижет всю вот эту вот, весь этот газон, он стрижет под себя. Ну, то есть, фактически защищает это до блеска, до асфальта. Но, вот тут одна деталь. Вот, несколько дней назад полковник Грущенко, он высказал такую гипотезу, что, на самом деле, из администрации президента, вот этим дают указания выставлять себя идиотами, дабы на фоне первого лица, чтобы первое лицо выглядело на их фоне гигантом. Вы согласны с этой точкой зрения? Я думаю, что эта шутка слишком сложная для нашего цирка. То есть, это слишком тонкая шутка, это слишком глубокая, это слишком глубокий замысел. Я думаю, все гораздо проще. Они не притворяются идиотом. Они таковыми являются. Они искренне в своем бессмысленности. Они правда, они зачастую ну, это очень ограниченные люди. Понимаете, у них есть, ну, как в таких случаях говорят, это не глупость, это у них ум такой. Они приспособились вот к этой системе уродливой. Эта система представляет собой такую своеобразную, ну, это долгое, не для такой вот передачи говорить, о том, что такое путинизм. Путинизм, это, безусловно, специфический вид фашизма. Фашизм 21 века. Это вид фашизма, который впитал в себя вот этот вот постмодернизм. И одной из черт этого фашизма является воспроизведение опричнения. То есть, вот то, что сейчас происходит, связанное с поэтапным уничтожением сесливов, системных либералов, это и абсолютное бесконтрольное господство силовиков. Это своеобразная опричнина, которая на самом деле вышла из-под контроля. Если все-таки Иван Грозный контролировал свою опричнину, то Путин свою опричнину уже не полностью контролирует. И вот люди, которые, я возвращаюсь вот к этой теме высказываемых глупостей, люди, которые научились выживать вот в этой системе постмодернистского фашизма 21 века в условиях опричнина, они обладают специфическими навыками. То есть вот они умеют бегать в мешках, но они не умеют бегать без мешков. Игорь Александрович, давайте мы сейчас с вами прерываемся на хорошую рекламу, после которой наши зрители смогут задать нам вашу опросу и так же рекламный вопрос. Уважаемые дамы и господа, мы возвращаемся в передачу Юрия Емельфарба «Свободное мнение». Сегодня у Юрия в гостях. Очень известный, очень замечательный журналист. Это Игорь Александрович Якименко. И разговор пока что был настолько интересный, что я просто сам сидел и заслушивался. Но, тем не менее, в этом сегменте наши гости любезно согласились ответить на ваши вопросы или выслушать мнение. Поэтому номер телефона в студии 847 400 5200 звоните, будем общаться. Ну, а пока народ собирается с мыслями, господа, прошу вас. Игорь Александрович, поскольку мы уже говорили о силовиках, то я попрошу вас прокомментировать вот эту драку в листе между сотрудниками уголовного розыска и сотрудниками Следственного комитета, которую разнимал известный криминальный авторитет в листе Клищ Сеуля это кто? На этом уже вся страна смеется надо как вы это прокомментировать? Господа, перед тем, как мы перейдем к ответу на этот вопрос, давайте примем телефонный звонок, пожалуйста. Добрый день, вы в эфире, говорите. Здравствуйте. В Венесуэлу собирается отправиться несколько самолетов российских. Что они собираются там делать, эти зеленые человечки? какое количество, если вы знаете хотя бы приблизительно и вообще какая цель? Я так понимаю, что там завязаны финансовые интересы России и какая сумма там фигурирует миллиарды долларов или сколько? Ну, в общем, обо всем этом. Спасибо большое. Прошу вас. Игорь Александрович. Ну, я думаю, во-первых, я не думаю, что кто-либо из нас владеет каким-то эксклюзивом, точно знает количество пассажиров на борту этого самолета, звания, должности, ну, как любит спрашивать наш Путин, значит, пароли, явки и так далее. Ну, очевидно, другое. Очевидно то, что интересы, которые преследует там путинский режим, это интересы прежде всего политические. Никаких серьезных, сколько-нибудь значимых экономических интересов там нет и быть не может, потому что пока Путин просто грабит в очередной раз налогоплательщиков, граждан Российской Федерации, туда вгрохивая в спасение режима Мадуро миллиарды и миллиарды долларов. Это происходит как напрямую, так и через государственный концерн Сечина, который просто-напросто ввалил в Венесуэлу несколько миллиардов долларов. Значит, это же не личное его сбережение, это государственная компания, которая на самом деле просто-напросто перекачивает государственные деньги на спасение диктаторского режима. Для Путина это некоторая попытка доставить неприятности Соединенных Штатам Америки. Никакой другой цели здесь нет. Это на самом деле путинская Россия стала такой фабрикой по производству неприятностей для цивилизованного мира. Надо поддержать человека, который является в той или иной степени разрушителем политической системы Соединенных Штатов Америки, Пожалуйста, давайте его поддержим. Надо поддержать Brexit для того, чтобы хоть как-то расшатать единство Европы. Давайте поддержим Brexit. Надо поддержать Марин Лепен для того, чтобы расшатать политическую систему Франции. Давайте поддержим ее. Надо поддержать еще каких-то людей, которых мягко называют евроскептиками, на самом деле это разрушители Европы. Обязательно поддерживаем их. Это в этом ряду. Интересы там только политические. Нагадят Соединенным Штатам Америки прежде всего. В какой-то степени может это получиться. на самом деле я полагаю, что никаких шансов реально поспособствовать сколько-нибудь длительному выживанию режима Мадуры у Путина нет. Поэтому я очень надеюсь, что сейчас объявлена оппозиция объявила, что решительное свержение, операция по свержению режима Мадуры произойдет, если я не ошибаюсь, 6 апреля. Думаю, что 6 апреля, 10 апреля, в мае, но эта ситуация закончится просто очередным падением диктаторского режима и трудным, тяжелым путем венесуэльского народа к свободе и процветанию. Не обязательно к свободе и процветанию, но по крайней мере к тому, что сам этот народ выберет без вмешательства из Москвы. Спасибо огромное. Я предлагаю принять еще один звонок, если вы не возражаете. Добрый день, говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Карцман Владимир из конфранцуза. Здравствуйте, Владимир. Успокой. Да, вот, знаете, у меня вопрос есть. Я немножко о себе быстро, минуту, ладно. Значит, родился, рос в Советском Союзе, закончил керосинку, в 89-м приветствовал перестройку, в 91-м был у Белого дома. В 92-м, слава богу, свалил с Думя Дочкой. Значит, Игорь, я, в общем, как бы, все время Эхо Москвы слушал, ну, естественно, очень сочувствовал России. Ну, с тех времен, как у нас Трамп появился, в общем-то, больше здесь интересно стало. У меня к вам вопрос по поводу так называемой оппозиции российской. Вот, госпожа Альбац там есть, Пархоменко, которых я всегда очень с удовольствием слушал. В последнее время они, по-моему, из ума выжили, я не знаю, это что у них, у них мозгов нет или возраст, это мое мнение, я не хочу вас обидеть. Спасибо, Владимир. Прошу вас, продолжайте. Во-первых, вы меня ничем не обидели, потому что даже если бы вы сказали, что я выжил из ума, я бы это с интересом выслушал и послушал бы аргументы. Что касается госпожи Альбац или господина Пархоменко, ну, я не думаю, что они выжили из ума, вернее, я точно знаю, что этого не произошло. Если бы наш уважаемый собеседник привел конкретные аргументы, почему он так думает, то отвечать на этот вопрос мне было бы интересно. В целом, я довольно много пишу о том, что происходит в медиа российских и в том числе на Эхе Москвы. Как правило, это достаточно остро критические публикации, в том числе и в адрес госпожи Альбац и в адрес Сергея Борисовича Пархоменко. С моей точки зрения, проблема, которая стоит за некоторыми изъянами в их журналистской позиции, я думаю, что это все-таки изъяны, а не то, что вы так охарактеризовали уничижительно. Они, конечно, не выжили из ума, это по-прежнему интересные и яркие публицисты. Проблема заключается в некоторой тусовочности. То есть, на самом деле, это проблема тусовки, которая в свое время изначально поддерживала Ельцина, даже тогда, когда уже поддерживать оголтело, так его было нельзя. Это проблема на самом деле вот этой вот групповщины, я бы сказал так, это проблема поколения сбитых летчиков и пешеходов. Это очень серьезная глубокая тема, я хочу ее только обозначить. Это проблема всей нашей оппозиции. Я себя не вычленяю, хотя я политикой не занимаюсь, поэтому журналист в оппозиции, он всегда в оппозиции, журналист всегда в оппозиции к власти. Но я себя отношу к этому поколению, поколению сбитых летчиков и пешеходов. Это серьезная большая проблема. Вот в 20-е годы было потерянное поколение. К нему относились самые разные люди, в том числе, кстати говоря, и Гитлер, безусловно, представитель потерянного поколения, в том числе и Муссолини, безусловно, потерянное поколение, и герои, Ремарко, и Хемингуэя, и Доспасоса. Вот это потерянное поколение породило Вторую мировую войну с разных сторон. Как со стороны тех, кто ее хотел, я имею ввиду Гитлера, Муссолини и так далее, так и со стороны тех, кто ее не смог предотвратить. И в данном случае, вот, к сожалению, нынешняя оппозиция, которая, это другое поколение, это не поколение потерянное, это поколение сбитых летчиков и пешеходов, к которым относятся, безусловно, и те люди, о которых наш собеседник так уничижительно отозвался, я не разделяю полностью этой уничижительной оценки, но я себя тоже к этому поколению отношусь. И вся наша оппозиция, включая таких людей, как Явлинского, Касьянова и других, там, Нечаева и прочих, вся она относится к этому поколению сбитых летчиков и пешеходов. Это отдельная психология, это отдельные проблемы, это внутреннее понимание неизбежности поражения. Я его очень остро чувствовал в 2011-2012 году, когда был вот этот белоленточный или так называемый болотный протест. Внутри каждого сидело понимание неизбежности поражения. Даже когда сегодня кричат на вот этих митингах мы здесь власть раз-два-три Путин уходи, это все понарошку. Все на самом деле понимают прекрасно, что они идут в загоне, они понимают, что они в любой момент их могут разогнать, ну нас я имею ввиду, потому что я тоже хожу. И это внутреннее принципиальное отличие от той оппозиции, которая есть в Венесуэле сегодня или той оппозиции, которая была на Майдане в Украине, там не было вот этого встроенного в головах, вот в этом наличии в головах вот этого внутреннего встроенного механизма поражения. У нас в российской оппозиции он есть, потому что мы поколение сбитых летчиков. Большая серьезная тема, я ее просто обозначил. Спасибо вам огромное. Юрий, пожалуйста, продолжайте с вашим вопросом, он тоже очень интересный. Отначение это, что мы обречены именно наши оппозиции. Я продолжаю вопрос зрителей. Нет, я с этим не согласен. Это изъяны вот наши, мои и тех лидеров сегодняшней оппозиции, которые есть. Я думаю, что, во-первых, так сказать, есть, вот я сейчас общаюсь тесно, довольно с молодыми ребятами из так называемой бессрочки. это бессрочный протест. Это молодые ребята, которым надоело выходить по призыву лидеров, которые создали организацию, ее организацию нельзя назвать, у них нет лидеров. Они выходят, они просто сказали, а мы будем протестовать бессрочно. это совершенно другая психология. Это не пуганное, не поротое поколение. Это одна история надежды. Вторая история надежды, на самом деле, я не думаю, что только там уличный протест или какой-то иной протест изнутри России может сломать этот режим. Кишка тонка. Я уверен в этом. Я думаю, что сложенный, если удастся сложить, скоординировать, не сложить, сложить плохое слово, скоординировать усилия эмигрантской оппозиции, легальной оппозиции, включая тех людей, которые нам очень не нравятся. Вообще политика это умение строить отношения с людьми, которые нам не нравятся. Это не семья, это не дружба, это политика. И поэтому умение сложить разные силы, в том числе и уличный протест, эмигрантский протест, системный протест, который на самом деле просто как пожар на торфяном болоте. Понимаете, то, что сейчас начали сажать системных либералов и сажают просто каждого через одного, что думаете, им нравится что ли это? Что думаете, Дворкович просто так сбежал? Да они все сидят с мокрыми штанами. У них после каждого заседания приходится белье менять. Они в панике все. Им это что, нравится что ли? Конечно нет. Меня тошнит от этих всех системных либералов, но тем не менее мы должны понимать, что в принципе это тоже ресурс. В какой-то момент сейчас они в панике, сейчас они боятся, от них ждать каких-то решительных действий нельзя. Но нужен дриблинг, нужен политический дриблинг, нужно суметь сделать политическую дополнительность, которая соединит, скоординирует разные силы, которые сегодня не могут мириться с путинским режимом. А таких сил все больше. Минуточку, но тогда правильно я вас понял, что может договориться Квачков может договориться с Каспаровым? Нет, Квачков с Каспаровым не договорятся, они на одном поле не сядут. Вообще слово договориться я бы исключил из этого лексикона, потому что договориться Квачков с Каспаровым не смогут. Более того, я не представляю себе такой стол, за который сядут вместе там условный панически сейчас испугавшийся Дворкович, потому что ну понятно, то есть все уже, уже все, уже следующий он, а в принципе дальше идет прицел Чубайс, но стол, за который сядет условный Чубайс, условный Явлинский и условный Каспаров, такого стола не существует в природе. Это фикция, это существование такого стола противоречит законам политической физики. Нет такого стола, они не сядут за один стол. Ну, я уж не говорю о Квачкове, Стрелкове, потому что сейчас и Стрелков в оппозиции, сейчас и так сказать генерал-полковник Ивашов в оппозиции. Если наши слушатели знают, что это за чудовище, то тут можно много рассказать. Там такие чудовища сейчас выплывают в оппозицию путинскому режиму, что мама не горюй. с ними, но они объективно, понимаете, ведь когда была вот эта вот наша любая революция, она вовлекает в свой поток огромное количество людей, которые в принципе ну там не то, что на одном гектаре, на одном квадратном километре бы не сели друг с другом. И это было всегда. Это было и в семнадцатом году, это было в девяносто первом году, это было так всегда. Ведь если посмотреть, кто был в основе защиты Белого дома, там были очень разные люди. Люди очень разных взглядов. Если посмотреть, что стало сейчас и что из себя представляли люди, которые входили в межрегиональную депутатскую группу вместе с Сахаровым и Ельцином, да сейчас из них девяносто процентов поддерживают путинский режим. А кто входил в демократическую Россию поименно, сейчас можно просто посмотреть. И это люди далеко не демократических взглядов, сегодня становится это ясно. Поэтому разные люди, они не будут друг с другом договариваться, они будут ломиться в одном направлении. И в конечном итоге снос путинского режима это будет процесс в значительной степени хаотический, надо к этому готовиться. И тот, кто сумеет оседлать этот процесс, тот и определит вектор развития России. вопрос, а сколько места здесь играет боевая пропаганда Кремля? Мы с вами и оба профессионала, мы прекрасно понимаем, что такое нынешняя боевая пропаганда Кремля, которая 24 часа в сутки с каждого утекли. Ну, я не буду сейчас настаивать на вопросах терминологии, я вообще считаю, что у Кремля нет никакой пропаганды. В России не существует пропаганды вообще. Вот ее просто нет. Значит, путинский режим это уникальное явление, которое требует совершенно другой понятийной сетки. И для того, чтобы его описывать, нужно адекватно описывать вот эти старые понятия, такие как пропаганда и так далее, они все не работают. Потому что пропаганда это продвижение какой-то идеологии. никакой идеологии у путинского режима нет, не существует. Это очень просто доказать, если мы с вами говорим о тоталитарных идеологиях. Фашизм, национал-социализм, коммунизм, исламизм. В основе каждой этой идеологии лежит какой-то текст или группа текстов. книжки, манифест коммунистической партии, Майн Камп, несколько фашистских текстов самого Муссолини, Джентильи и так далее. Всегда это книжка. Берешь в руки книжку и говоришь вот это моя идеология. Книжки под названием путинизм не существуют и не может существовать. Это особенность путинского режима. Это фашизм без идеологии. Фашистский режим без идеологии. Если вы посмотрите передачи Соловьева, Киселева и так далее этих всех людей. Какие идеи несут эти передачи? Никаких. Они несут не идеи, не понятия. Они внедряют чувства и настроение. Это принципиально другая история. Они внедряют чувства ненависти, настроения, готовности идти воевать куда-то, поддержать кого-то. Но это не идеология. Потому что идеология это всегда образ какого-то будущего. Четкий и ясный. Коммунизм. Все понятно. Строим коммунизм. Понятно. Читаешь манифест коммунистической партии, программу КПСС. Все ясно, что строим. Фашизм. Точно так же. Национал социализм. Читаешь Майкан. Все понятно. Есть программа, есть дорожная карта, понимаем куда идем. Значит точно так же либеральные идеологии. Это идеология. Поэтому может быть пропаганда фашистская, может быть пропаганда либеральная, какая угодно. Путинской пропаганды не бывает. Это другая совсем история. Они занимаются созданием хаоса в головах людей. Это другая совсем история. Их цель породить хаос, который может адекватно воспринимать и сугубо капиталистические рыночные какие-то вещи. И абсолютно архаические вещи. Поэтому рядом в этой путинской квази-идеологии если хотите рядом находятся и Кудрин и Проханов тут же какой-нибудь Стариков сталинист и так далее. То есть они все и Чубайс тут же рядом. То есть вот эта путинская система как пылесос втягивает представителей совершенно разных взглядов разных идеологий отбрасывая любую идеологию и оставляя только одну преданность вождю. Это не идеология. Это война против сознания против разума. Но я немножечко сейчас о другом сделал упор именно на слой пропаганда воспитания именно ненависти. В данном случае в Украине за трабут турки, мурки, кто угодно. Именно воспитание ненависти. Вот я о чем говорю. Значит, теперь надо сделать еще одно добавление к тому, что вы говорите, с чем я на тысячу процентов согласен. Дело в том, что российское общественное сознание или российское коллективное бессознательное обладает уникальным свойством. Свойством инверсии. То есть мгновенная смена полюсов. От любви к ненависти. Сегодня эта ненависть, вот да, она действительно никуда не девается. Этот капитал ненависти, вот этот запас, черный запас ненависти, который формируется телевизором прежде всего. Вот Соловьев, Киселев, они вырабатывают свой продукт ненависть. Так вот эта ненависть, она сегодня направлена на Украину, на либерализм прежде всего, на Запад, на кого угодно, на нас с вами и так далее. Но в какой-то момент происходит вот такой щелчок переворачивания вот этого стрелки компаса и ненависть вся может быть обращена против власти. мгновенно, это произойдет мгновенно. И в этой ситуации не найдется ни одного человека, который будет защищать путинский режим. Так же, как в свое время не нашлось ни одного человека. Ну, единственное, герой социалистического труда, мой товарищ Николай Ильич Травкин, вышел защищать Советский Союз на площадь, когда Советского Союза не стало. Один. Ну, в смысле, не один, а он со своей маленькой партией демократической. Ни один из коммунистов, а он к тому времени уже вышел из КПСС, ни один из коммунистов не вышел защищать Советский Союз, ни один из чекистов, которые сидели с мокрыми штанами на Лубянке и смотрели, как памятник Дзержинскому стаскивают с пьедестала, ни один не вышел и не сказал, не вышел с Маузером и не сказал, так сказать, разойдитесь, что вы делаете. Никто не вышел. И здесь точно таким же образом, когда произойдет инверсия, никто не будет защищать путинский режим. Все эти страхи и слухи по поводу того, что там Кадыров спасет, Кадыров будет заниматься спасением собственной жизни. Кадыров Понятно. Огромное спасибо за интересную беседу. К сожалению, время наше подошло к концу. Спасибо вам еще раз. Спасибо вам, дорогие вчители. Спасибо вам, Анатолий. Как всегда, я напоминаю в воздухе только вам. До встречи через две недели. Спасибо огромное, дорогие наши друзья. Игорь Александрович, Юрий. Будьте здоровы и до скорых встреч. Всего хорошего.